Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края В Чите прошел финал слета приемных семей, победителями в пяти номинациях которого стали представители Красночекойского, Кыринского, Дульдургинского и Могойтуйского районов. В слете приняли участие семьи, воспитывающие трех и более приемных детей, имеющие опыт замещающей семьи не менее двух лет. Семья Черных из села Жендокон Красночкойского района воспитывает своих приемных девочек как родных. И поскольку свои дети уже выросли и улетели из родительского гнезда, все свое тепло и доброту они отдают дочкам. Ну я же казак все-таки. Это несомненно, казак должен быть главным в семье. Так, ну что, у нас в принципе такого нету, чтобы кто-то главный был все вместе. У нас очень дружная семья, я считаю, и жена тоже так же считает. Вот у нас специалист, я еще раз повторюсь, по блинчикам, кстати. С моего участия я один раз всего показал, теперь блины ест, цены нету ей. Это у нас специалист по картошке в духовке, хорошо запекает. А малыши, они пока учатся. Помогает маме хлебушка стряпать, месить где-то, тесто помогает. Так что, учится прекрасно. Доченька старшая только с одной четверки закончила, пятый класс. Так что, у нас все хорошо. Уже сейчас малышки знают, кем будут, когда вырастут, а пока помогают родителям по хозяйству и всей дружной семьей выходят на сенокост на зависть окружающим. Семья Черных стала победителем в номинации «Дружная семья не знает печали». И действительно, с отцом-казаком, да под гармошку никакие печали не страшны. Семья Черных! Семья Буэнтуевых из Могойтуйского района стала лучшей в номинации «Есть дети, будут и радости». Еще бы, воспитав своих десятерых детей и 28 внуков, сейчас Буэнтуевы с гордостью воспитывают троих приемных. Детей воспитываем, с ними так занимаемся. Я рассказываю. Виктория, Виктор и Вероника, они наши родные внуки. Папа нету, маму лишили. Мы с 13-го года с ним занимаемся. Мы раньше жили в Тавуре, поселок. Приехали ради этих внуков-внучат сюда, в Могойту и 13-м году. И вот учим, занимаемся, бегаем, как школьники. В жизни они не разочаровываются и стараются побольше времени проводить со своими детьми, путешествовать. В общем, сделать все то, что не смогли в молодости. Посмотреть мир, да и себя показать. В семье Буэнтуевых чтут традиции. Младшие помогают старшим, а старшие молодеют душой рядом со своими детьми. Более тысячи детей-сирот обрели семьи за 10 месяцев 2015 года. И это, как утверждают специалисты, хороший показатель и говорит о том, что все больше у нас неравнодушных людей в Забайкалье. Хочу отметить, что с момента передачи полномочий нами продолжена работа по реализации права на воспитание в семье. Это одна из основных задач социальной политики. Это основной приоритет к тому, что достойное воспитание, конечно же, ребенок может получить прежде всего в семье. И работа в этом направлении продолжается и нашим ведомством в том числе. Вот так 18 центров создано по подготовке школы, по подготовке приемных родителей. Эти центры функционируют. Если в начале года было 6 таких центров, то теперь уже 18. 463 кандидата прошли обучение в данных школах. Из них 406 человек приняли на воспитание детей в семье. Это хороший показатель, говорит о том, что люди откликаются на эту проблему, стараются помочь таким детям, отдать им тепло, души, как принято говорить, создать все условия для того, чтобы ребенок мог нормально жить и воспитываться в семье. Кроме того, проводится работа по устройству, замещающей семье с использованием и интернет-технологий. У нас создан сайт для того, чтобы желающие кандидаты могли взять в свою семью ребенка. И с этого сайта за последние месяцы ушло 213 детей в семье. Это тоже хороший показатель. На сегодняшний день за 2015 год 1103 ребенка устроены в апрекунские семьи. Всего же в апрекунских семьях воспитывается более 5000 детей. В номинации «Умелая семья, уютный дом» лучшей стала семья Газинских из Кыринского района. Где воспитываются трое приемных и трое своих детей. Семья Долгожаповых получила приз в номинации «Семья, опора, счастье». Там воспитываются двое приемных и двое своих детей. Четверо приемных детей и один родной воспитываются в семье Ушаковых из Могойтуского района, которые стали победителями в номинации «Спорт и туризм укрепляют организм». Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забинфору. Спасибо. 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 Спасибо.